Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим манник с вишней и орехами. Для приготовления нам потребуется 250 миллилитров жирного кефира, 3 яйца, 50 грамм грецкого ореха, 150 грамм вишни, 150 грамм муки, 5 столовых ложек подсолнечного масла, 200 грамм сахарного песка, 190 грамм манной крупы, разрыхлитель теста весом 10 грамм. Ничего отдельно взбивать не надо, достаточно просто смешать все ингредиенты. Яйца, сахар, кефир. Кефир можно взять любой, главное не обезжиренный. Добавляем подсолнечное масло. Не любите подсолнечное масло, можно растопить сливочное и добавить его чуть охлажденным. Также 5 столовых ложек. Все просто перемешиваем лопаточкой, чтобы яйца соединились с кефиром, маслом, сахаром. Теперь добавляем манную крупу, муку и разрыхлитель. Аккуратно все вмешиваем. Тесто на манник будет готово. Вот такое тесто по консистенции должно получиться. Не очень густое, но и не жидкое. Добавляем порезанные орехи и еще раз все хорошо перемешиваем. Орехи должны полностью распределиться по тесту, то есть попадаться везде. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. Я предпочитаю смазывать сливочным маслом чашу. Далее берем ягоды. Ягоды у меня замороженные, предварительно их не размораживаю. И выкладываем. Много ягод брать не надо, но не больше 150 грамм желательно. Потому что они все равно влажные, дадут лишнюю влагу. 130, 140, 150 грамм максимум. Выкладываем, слегка утапливая в тесто. Закрываем крышку мультиварки. Так как манник у меня с ягодами, время для выпечки я увеличу. Готовить буду на ручном режиме. Можно готовить на режиме выпечки. У кого-то это мультиповар. При температуре 130 градусов, 1 час 15 минут. Нажимаем старт. Через 1 час 15 выпечка будет готова. При необходимости отключаем подогрев. И через 5 минут будем доставать. Прошло буквально 5 минут. Манник слегка отошел от стенок чаши мультиварки. И теперь его с легкостью можно будет достать с помощью корзины пароварки. То есть достаем вместе с чашей. Переворачиваем и чашу сверху снимаем. Несмотря на небольшое количество ингредиентов, манник получается высоким, пышным. Если вы не собираетесь сразу есть манник, лучше его перевернуть вот этой верхней части, дать полностью остыть. Тогда манник не получится к легкому. Но и любая другая выпечка. То есть перед подачей лучше выпечку полностью остужать. Тогда кекс или манник, или пирог полностью остынет, равномерно остынет. И тесто будет везде полностью остывшее, хорошо пропеченное и очень вкусное. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!